BMW наконец закончила свой главный долгострой – полностью новую электромобильную платформу, у которой корпус аккумулятора является частью силовой структуры кузова. И теперь батарейные новинки посыплются одна за другой. Свежая архитектура гарантирует как минимум две вещи – образцовую компоновку и полный привод. Первыми тележку заполучили лифтбэк i4 и кроссовер iX. Притом, сперва мы обсудим именно паркетник, так как российский офис марки уже навесил на него ценники. Итак, нас ждет топовый вариант X-Drive 50, у которого пара электромоторов выдает свыше 500 сил. При разгоне до сотни новичок уверенно выезжает из пяти секунд, а большой аккумуляторной батареи хватает аж на 630 километров. Старт продаж назначен на начало 2022 года, но цены вызывают нервный тик. За пятидесятку решено просить минимум 8 миллионов 500 тысяч рублей. Для сравнения, близкий по формату Audi и Tron нынче стоит на 2 миллиона дешевле. Кстати, в Европе также будет продаваться менее дальнобойная и более медленная версия отдачи 326 сил. А вскоре компанию обеим этим машинам составит самый горячий экземпляр мощностью более 600 лошадей. Посмотрим, большую ли армию фанатов соберет новый iX. Ведь традиционных поклонников BMW может отпугнуть тяжеловесный дизайн, буквально ломающий об колено традиции, заложенные Вильгельмом Хоффмастером, Полем Браком и Клаусом Люте. Лифтбек i4 выглядит куда элегантнее, а внутри пятидверка вообще оплот классического дизайна. Хотя нарочито грубый экран, объединяющий приборную доску, тачскрин медиасистемы и блок микроклимата, смотрится несколько чужеродно. Звуковое сопровождение для предупреждения пешеходов написал немецкий композитор Ханс Циммер. Этот человек на секундочку, среди прочего, писал музыку для Короля Льва, Пиратов Карибского моря и Темного рыцаря. Но это все лирика, а физика – это одномоторная заднеприводная версия мощностью 340 сил, готовая отмахать на одном заряде 590 километров. Полноприводная модификация M50 будет ощутимо бодрее, но проедет меньше. Российский дебют А4-го семейства, что получилось немного крупнее нынешней трешки, также назначен на 22-й год. Но спешно печатать прайс-листы московское представительство не решилось. Субтитры создавал DimaTorzok